Наверное, будет правильным рассказать, как я пришел к ноосферному мировоззрению и как такой взгляд на мир стал моими убеждениями. Тем более это очень интересно. Это почти детективная история. И произошло это для меня внезапно. Хотя теперь я прекрасно понимаю, что шел я к этому давно и шел с самых ранних школьных лет. Но понимание этого действительно для меня вспыхнуло. Вспыхнуло как-то раз и навсегда. И может быть даже не будет преувеличения здесь сказать, что это было не понимание, а озарение. Я уже говорил, что закончил высшее военно-политическое училище. Вот, кстати, как я выглядел в те годы. Ну а вот фото в полном размере. Поступил я туда в 1983 году, сразу после школы. И уже не помню, когда это произошло. Но, по-моему, после второго курса. Я приехал в летний отпуск к родителям. Получается, это было лето 1984 года. И взял в библиотеке одну книгу. Я книголюб с очень раннего детства. И в те годы, несмотря на молодую, еще возраст очень, прочел уже далеко, наверное, ни одну и не две тысячи книг, а куда больше. Но так получилось, что известная книга Ивана Ефремова «Лезвие битвы» тогда еще прошла. Прочла мимо меня. Прошла, извиняюсь, мимо меня. И вот я взял ее тогда в библиотеке первый раз. Интересно, что на тот момент основные романы Ивана Ефремова, «Туманность Андромеды», «Час быка» и «Тайса финского», а также «Повесть сердца змеи» и некоторые рассказы я прочел. Но вот, повторяю, главная его, можно сказать, книга, в которой изложена сама суть ноосферного мировоззрения «Лезвие битвы» прошла мимо меня. Но и потом также нужно отметить, что указанные книги и рассказы Ивана Ефремова я прочел в раннем школьном возрасте. И поэтому мне тогда даже в голову не могло прийти, что в этих книгах есть скрытый смысл. Но вот теперь у меня за спиной было два года учебы в закрытом политическом вузе. Я был уже кандидатом члена КПСС и готовился стать, как тогда это называлось, бойцом партии. Готовился начать карьеру в политорганах вооруженных сил Советского Союза. И была еще одна очень важная деталь. Я на тот момент был довольно редким исключением из правил. Дело в том, что я все еще верил тогда в коммунистическую теорию. А в ней тогда уже очень и очень многие разуверились. Я же продолжал верить в него всерьез. Не исключением в плане этой разуверенности было и наше высшее военно-политическое училище. Можно сказать, одна из цитаделей КПСС. Например, надписи на письменных столах, типа «Научный коммунизм, дурость». У нас были нормы. Были также нормы различные шутки, различные анекдоты. Но вот, например, одна. Наша цель – коммунизм. Надпись на зенитно-ракетном училище. Подобные анекдоты и шутки тоже среди курсантов были нормы. Повторяю, курсантов каких? Будущих замполитов. Я же, как ни странно, продолжал верить. И, конечно, я видел, что многое, или точнее, как пел Высоцкий, все не так. Но я искренне считал, что это еще можно поправить. Что это временное извращение. И нашу страну можно вернуть на адекватный путь развития. А нашему народу вернуть веру в коммунистическую идею. Впрочем, иначе я, наверное, и не выбрал бы профессию замполита. На тот момент, кстати, уже презираемую профессию. Сколько было об этом анекдотов, тоже кто жил в то время, думаю, помнит. Но вот, тем не менее, похоже, я против своей совести никогда не умел идти. Ну и, понятно, коммунистическую теорию, или как она тогда по-русски называлась, научный коммунизм, я изучал в УЗИ в Сириус. Изучал не ради диплома, а изучал, потому что мне действительно хотелось очень хорошо ее изучить. И многие преподаватели поручили мне не только блестящую карьеру замполита, но и блестящую карьеру ученого-обществоведа. И вот в этот момент мне попадается книга Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Вот встать, как выглядит одна из ее обложек. Ну, вот как она выглядит в полном размере. А вот как выглядел Иван Антонович Ефремов. Ну, и вот его фото в полном размере. Не буду ходить вокруг да около. Как я прочел «Лезвие бритвы», мне сразу стало ясно, что теория, изложенная между строк в этой книге, и близко не коммунистическая. Два года учебы не прочли даром. Более того, эта теория даже не материалистическая. Она исходит из того, что смерти нет и построена на концепции реинкарнации. Главной же энергией в нашем мире она считает энергию кундалини. Кто знаком с индуизмом, тот знает, что такое энергия кундалини. Она считает даже ее не просто главной энергией. Она считает ее, скажем так, главной силой в нашем мире, которую человечеству нужно обязательно познать. И именно на использование энергии кундалини построена научная парадигма данного мировоззрения. Она исходит из того, что современный метод научного познания, аналитический метод, через расчеты экспериментов, нужно дополнить еще и интроспективным методом познания через медитацию. А та информация, которую люди получают через медитацию, ни разу не галлюцинация. А это тоже объективная информация и более того, это очень серьезная информация. И такой подход позволит не только невероятно обогатить науку, но и обогатить каждого из нас. Поскольку у нас, у каждого, есть еще и некие высшие способности сознания, построенные на энергии кундалини. И потенциал их просто невероятен, просто безграничен. Вот такая вот это была теория, которую все почему-то считали коммунистической. Это, кстати, было еще далеко не все в этом мировоззрении, что мне тогда удалось понять. Я и тогда понял далеко не все. Но правда, я тогда также понял, что высший идеал этого мировоззрения не гуманизм. Более того, оно исходит, что никакого гуманизма, ну или добра, как кому больше нравится, в мире не существует. Как и зла, впрочем. Добро и зло – это химер, выдумка человечества. Ну или выдумка Будды и Христа, которые в конечном итоге уже завели человечество в тупик и заведут еще дальше. Не существует никаких объективных законов добра и зла, как я сказал, от ахимеры. И пока человечество будет пытаться эти химеры познать, слепо доверяя, что Будде, что Христу, что Марксу, что Энгельсу, что Ленину, оно будет все дальше и дальше заходить в тупик, продолжая метаться из крайности в крайность. Человечеству нужен не абстрактный, придуманный идеал – добро или гуманизм, а ему нужен объективный идеал. И это мировоззрение предлагало такой идеал. Оно считало таким идеалом красоту. Вот определение красоты из этой адресии. Красота – это правильная линия в единстве и борьбе противоположности. Та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и называли арестумом, наилучшим. Считая синоним этого слова – меру, точнее чувство меры, я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким, лезвием бритвы, потому что найти ее, осуществить, соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы, почти невидимому из-за чрезвычайной остроты. И вот красота, да, объективна. И ее законы можно начать открывать, постигать все глубже. И особенно это хорошо получится, если изменить научную парадигму, так, как предлагает данное мировоззрение. Это то, что я тогда понял. Кое-что я не понял. Например, я тогда не заметил концепции инферма и вытекающие из него богоборчества. Но об этом мы, надеюсь, как-нибудь поговорим детальнее. Но и встал вопрос, что мне с этим пониманием делать? Доложить куда следует. Ведь это же действительно, с какого боку ни смотри, как тогда это называлось идеологическая диверсия. И потрясающая и по масштабу, и по глубине идеологическая диверсия. А я уже коммунист и будущий боец партии. И не где-нибудь, а в вооруженных силах. Ну и давайте на этом, пожалуй, сегодня остановимся. Надеюсь, мы еще продолжим этот разговор. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok